Всем привет, на связи Мабу, и каждый год я начинаю с такого видео, как что же должен знать андроид-разработчик. Многие это называют как родмап андроид-разработчика. Такие видео набирают всегда очень много просмотров. До их видео я знал язык программирования, какие языки программирования выбрать, технологии. Ну и что должен знать андроид-разработчик становится очень важным. Я каждый год начинаю с этого видео, и этот год не станет исключением. У нас наступил 2023 год, и пора рассказать, что же должен знать андроид-разработчик в 2023 году. Я вам дам небольшой спойлер, мало что изменилось по сравнению с предыдущим годом. На экране вы видите презентацию, вы можете ее скачать по ссылке под видео. Но если вы хотите оперативно и качественно изучить андроид-разработку, то я вас приглашаю к себе на курс. Все ссылки для записи на курс есть в описании. Ну а вы устраиваетесь поудобнее. Мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за три месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за три месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, что же нужно сделать в первую очередь? В первую очередь вам нужно установить необходимый софт. А именно мы должны с вами установить Android Studio. Внимание! Если у вас компьютер на системе Windows, проверьте название своего пользователя. Имя пользователя на Windows должно быть на английском языке, то есть на латинице. Если на русском на кириллице, переименовывайте, а потом только устанавливайте, чтобы не было проблем. Переименовали, установили, запустили, создали новый проект, подсоединили смартфон через шнур USB, подсоединили, запустили пустое приложение на устройстве. Приложение запустилось, то есть пустое приложение, Hello World надпись. Все отлично, вы все настроили, можно подпереходить к изучению основ языка Kotlin, потому что основным языком программирования для Android разработчика является Kotlin, никакая не Java. Java во всем своем великолепии нужна для Enterprise. То, что делает Java великолепным и превосходным языком программирования, неприменима в Android разработке, и она является слишком тяжеловесной для Android разработки. Поэтому мы изучаем только Kotlin и переходим к изучению основ Kotlin. Что нужно знать? Основы синтаксиса. Глубоко не копаем. Нужно знать, что такое переменные, как создать переменную, какие типы переменных бывают, как менять один тип на другой, то есть переводить, допустим, из интелового типа в стринг, то есть из числа в строку. Вы должны уметь присваивать значения переменным, работать с лабельными переменами, изменять значения переменных и в целом понимать, как эти перемены используются. Далее. Вы должны изучить, что такое операторы, операторы, операнты, операции. На примере хотя бы математических операций. Также должны уметь работать с условными операторами if, else и while. Самое главное, while вы будете их часто использовать, особенно когда вы будете работать с большим количеством кнопок. Как с большим, с несколькими кнопками. Кроме далее, вы изучаете, что такое массивы, и вы должны научиться перебирать все массивы циклами. Далее переходим к изучению работы с функциями. Но тут очень важно понимать, как создаются функции, как эти функции вызываются, как работать с функциями, которые что-то возвращают, как работать с функциями с аргументами, и как работать с функциями, у которых аргументы и динамичные, и статичные. Далее вы должны понимать, что такое ООП, объектно-ориентированного программирования. Понимать, как создаются классы, как создавать объекты под конкретные классы, как работать с полями и методами объектов. Вы должны понимать, что такое интерфейсы, для чего они нужны. Разбираться в принципах ООП и понимать, как это все работает. Я уже не буду говорить, что нужно понимать, как работают модификаторы доступа и все остальное. То есть это самые основы. Основы Kotlin у меня изучаются на курсе на первой неделе. Как только вы познакомились с основами Kotlin, переходим к основам Android разработки. И тут уже очень важно, потому что все-таки под Android мы пишем не на чистом Kotlin, а мы пишем на фреймворке Android. И поэтому там не чистый Kotlin. Что нужно знать в основах Android разработки? Мы должны понимать, как создается проект, понимать структуру расположения папок проекта. Мы должны уметь запускать приложение на смартфоне для тестирования. Мы должны уметь подключать ViewBinding и понимать, где он подключается и для чего вообще в целом нужен файл BuildGradle Applications. Также мы должны понимать, для чего нужен файл Manifest. Мы должны с вами понимать, как создаются экраны, как Kotlin классы взаимодействуют с XML шаблонами, в чем отличие Activity от фрагментов, знать жизненные циклы. Ну как знать, понимать, не нужно ничего заучивать. Понимать, в чем жизненный цикл Activity и фрагменты, понимать отличие Activity от фрагментов, уметь передавать данные между Activity, переходы делать с одного экрана на другой. Мы должны уметь работать со стандартными виджетами, на примере кнопок и текстового поля. Мы должны уметь обрабатывать нажатия на кнопки и работать как с одной кнопкой, так и сразу с несколькими кнопками. То есть уметь работать с основными виджетами, также работать с изображениями, фигурами, геометрическими фигурами, шрифтами, звуками, толь саундом. Это все основы Android разработки. Как только мы изучили основы Android разработки, мы переходим к изучению библиотеки Material Design. Это та самая библиотека, которая позволяет создавать внешний вид наших вам мобильного приложения, то есть наполнять интерфейс мобильного приложения виджетами, кнопками, переключателями, навигационными полями. То есть это все то, что пользователь видит на экране, с чем он взаимодействует. То есть вы должны уметь не просто визуально создавать эти элементы и правильно располагать эти элементы, но и уметь обрабатывать события, то есть взаимодействие пользователя с этими элементами. Какие это элементы? Опять же, выезжающие панели, навигационные меню, главные меню, материал карты, крутые кнопки, переключатели, чекбоксы, чего там только нет. Изучаем. Тема огромная, но легкая для восприятия. Я, кстати говоря, эту тему мы изучаем на моем курсе на 2-3 недели. Как только вы это изучили, хорошо бы вам изучить UX еще. Это, скажем так, удобство пользования вашим мобильным приложением. То есть цель UX это определить, удобно ли располагается эта кнопка при работе с мобильным приложением. То есть это удобность вашего мобильного приложения. UI это внешний вид вашего мобильного приложения. UX это удобность пользования вашим мобильным приложением. Как только вы это все изучили, вам нужно перейти к изучению главного, самого главного виджета RecyclerView. Он нужен для построения списков. То есть все, что вы видите в любом мобильном приложении, что листается, список товаров, список категорий, список опций, список постов каких-то. Это все RecyclerView. Вам нужно научиться его создавать и понимать, за что отвечает каждый из файлов в этом списке. Хотя бы нужно сначала научиться работать со статичным наполнением RecyclerView. И самое главное, вы должны понимать, для чего нужен адаптер. А я вам делаю спойлер. Адаптер нужен только, исключительно для наполнения RecyclerView контентом. Как только вы изучили RecyclerView, вы переходите к изучению такого виджета, как ViewPager. Есть спор, нужно ли его изучать или нет. Ведь по существу его RecyclerView уже заменил. Но ViewPager это некое подобие слайдера в вебе. То есть как слайдер на сайтах, он такой же ViewPager делает. Хотя это можно уже реализовать через RecyclerView. И на основе ViewPager работает виджет Tabs. То есть в вкладке. То есть, собственно, когда вы тапнули по одной вкладке, один контент погружается по второй в другой контент. Ну, собственно, более или менее здесь все понятно. И вот, когда вы это изучили, вы переходите на следующую ступень. Это изучение базой данных. Но перед изучением баз данных, я вам рекомендую изучить теорию базы данных. То есть, вы должны понимать, что такое база данных. Сколько баз данных должно быть в проекте. Из каких таблиц состоит база данных. То есть, по факту, сколько таблиц базы данных должно быть в базе данных. Будет хорошо, если вы познакомитесь и посмотрите бесплатный курс на YouTube о языке SQL. И сможете писать запросы, как сложные, так и простые. Да, это не сильно применимо при работе с базой данных на устройстве SQLite, но это применимо при работе с базой данных на сервере с MySQL. То есть, что вам нужно теперь сделать? Когда вы изучили теорию базы данных, вам нужно далее изучить работу с базой данных на устройстве. В Android разработке на устройстве мы работаем с базой данных SQLite. Когда я обучался, мы учились напрямую работать с этой базой данных. Сейчас все намного проще. Сейчас используется библиотека Room, которая позволяет работать с базой данных SQLite намного проще, намного эффективнее через ViewModules по помощи применения Coroutine. И выгружать все это дело в RecyclerView, то есть наш список. Здесь уже на этом этапе вам нужно прямо использовать Coroutine. То есть, Coroutine это многоточное, многопоточное программирование. То есть, допустим, у вас при работе с базой данных выполняются каких-то два события. И они для того, чтобы пользователь не ждал, пока все выполнится, например, выполнится одно событие, потом будет выполняться после того, что зависит от одно событие, начнется выполняться второе событие, чтобы пользователь не ждал, пока выполнится одно, потом второе, было придумано многопоточное программирование, чтобы эти два события шли параллельно. Это ускоряет работу мобильного приложения. Вам нужно научиться получать эти все данные в RecyclerView и работать с этими данными через RecyclerView Widget. Но тут уже нужно понимать нюансы работы с виджетом Recycle Reduce С учетом того, что мы работаем с базой данных Тут уже свои нюансы есть И, конечно, нужно работать это все через Umodel Которые позволяют убрать всю логику обработки данных с Activity или фрагмента В зависимости, чем вы работаете А вынести все это в Umodel Это очень важно После того, как вы изучили Собственно, что нужно изучить? Нужно изучить создание базы данных И основные методы по работе с таблицами базы данных Создание базы данных, создание таблиц базы данных Основные операции Это создание записей, редактирование записей Получение записей всех Получение записей по фильтрам Например, товар определенной категории Стоимостью больше 5000 рублей Но меньше 20000 рублей красного цвета, допустим Фильтрацию делаем Удаление записей и очистку полностью таблицы базы данных Вот все основные операции с базой данных всегда, с любой базой данных. И после того, как мы изучили работу с базой данных на устройстве, мы должны перейти к изучению работы с базой данных на сервере и в целом к изучению работы с API. Вот тут такой есть нюанс, допустим, получение данных с сервера погод, с сервиса погоды, получение данных с ВКонтакте. Такая организация работы с каким-то сервисом – это работа с API. И эта работа с API идентична работе с базой данных на сервере. Но работа с базой данных на сервере намного сложнее, чем работа с API. Поэтому я рекомендую изучать работу по сети именно с работой с базой данных. То есть вы должны поднять сервер, вы должны создать хостинг, домен, разместить там, создать базу данных, разместить таблицы базы данных, файловой директории вашего домена. Собственно, домен – это ссылка на вашу базу данных. Вы должны подключить вашу директорию, ваш домен к предсозданной базе данных. С помощью файла connections.php. Да, здесь нужно писать на языке программирования PHP, потому что PHP – это серверный язык. И этому я учу на курсе. Ну, хотя мало кто из андроид-ротработчиков этим владеет, но я этому учу на курсе. Кроме того, вам здесь нужно написать запросы к вашей базе данных. Да, я не сказал, что мы на сервере создаем базу данных в MySQL. Здесь вы уже пишете запросы на языке программирования PHP, запросы создания записей, допустим, редактирование записей, получение записей, получение записей по фильтрам, удаление записей, удаление записей и очистка таблицы базы данных. Существует мнение, где при работе с сервером, где нужно выполнять полную обработку данных. Многие считают, что нужно выносить все это на сервер. Но тогда работа немножко замедляется. Но если мы учимся с вами, то сначала нужно научиться работать напрямую с сервером. И поэтому мы пишем такие запросы на языке программирования PHP. После того, как мы это все написали, проверили работоспособность сервера, мы переходим к нашему мобильному приложению, именно проекту в Android Studio. И мы должны получить с вами данные сервера. Получаем мы данные сервера с помощью библиотеки Retrofit. То есть мы получаем необходимые данные и организуем работу с этими данными. Все операции, которые я назвал, и полусоздание, и удаление, и редактирование, получение, получение по фильтрам. И получаем все эти данные, опять же, знакомый нам уже виджет RecyclerView. Когда мы научились напрямую работать с базой данных на сервере, мы должны с вами научиться работать более правильно с этими данными. Мы должны организовать такую работу. Также создаем базу данных на сервере. Также получаем эти данные через библиотеку Retrofit. Но делаем такой функционал, что при загрузке мобильного приложения, как только человек заходит и запускает в очередной раз мобильное приложение, мы получаем данные сервера в параллельном потоке с помощью корутин. И записываем получаемые данные сервера, специально подготовленную для этого, базу данных на устройстве SQLite, с которой мы будем работать через библиотеку Room. И также организуем всю эту работу через vimodules и с отправкой в наш уже RecyclerView. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы работа мобильного приложения была более быстрой. Потому что работа с сервером, она более долгая. Потому что нужно отправить запрос по интернету на сервер, там обработать данные и потом еще вернуть. Это пару секунд. Но все равно хотелось бы побыстрее. И поэтому нужно работать с базой данных на устройстве, так как тут работа молниеносная. И поэтому нужно реализовать такой функционал. Кроме того, допустим, это позволяет сделать такую штуку, как работать с приложением без интернета. То есть, если пользователь заходит в ваше мобильное приложение, и он должен работать с данными, которые поступают с сервера по интернету, но интернета у него нет на устройстве, то он будет работать с данными, которые были загружены в тот момент, когда он работал с мобильным приложением, когда интернет у него был. То есть, по факту, мы реализуем крутой функционал работы мобильного приложения даже без интернета. Это вариант, когда мы получаем данные с сервера, и мигрируем эти данные в базу данных на устройстве, мы должны реализовать по архитектурному паттерну MVVM. То есть, структура папок нашего мобильного приложения разбивается на слои. Первый слой Data, второй слой Domain, третий слой Presentations. Data – это слой, в котором мы получаем данные с сервера, обрабатываем их и мигрируем в базу данных на устройстве. Слой Domain – поставляете эти данные в слой Presentations, а слой Presentations получает эти данные. То есть, это по факту слой Presentations – это наши Activity или фрагменты. То есть, уже непосредственно View, представление. И получает не напрямую в Activity или фрагменты, а специальные файлы ViewModels, которые предназначены для обработки этих данных и выдачи всех данных в чистом виде, просто для отображения в Activity или фрагменты. Ну, там, конечно же, мы можем все равно это все дело и реализовать функционалы изменения данных, и создания. Ну, там уже свой функционал. И вот, смотрите, у нас есть слой Data, есть слой Domain, есть слой Presentations. Есть цепочка, там в этой цепочке передачи данных участвует множество классов. И для того, чтобы могли реализовать этот функционал работы с данными в Activity или фрагменте, в зависимости от того, с чем вы работаете, вы должны инициализировать каждый из этих классов. Это большое количество кода и очень плохо для тестирования, и поэтому был придуман подход, как инъекция зависимости. Существуют две основные библиотеки, это Dagger и Coin. Очень часто на собеседованиях спрашивают про Dagger, но Dagger вы будете изучать несколько месяцев, а Coin вы можете изучить за 2 часа, а то и быстрее. И для большинства проектов, 98% проектов, можно реализовать с легкостью с помощью библиотеки Coin. И поэтому на своем курсе в качестве основного урока мы изучаем Coin, но те, кто обучаются на премиальной программе, получают от меня бонусные уроки, на которых мы изучаем и Dagger. То есть вы сразу изучаете 2 библиотеки. То есть такой подход через архитектурный паттерн UVM, в котором мы работаем с базой данных MySQL, где на сервере пишем PHP запросы, получаем данные через библиотеку Retrofit, работаем, мигрируем эти данные в локальную базу данных на устройстве SQLite, работаем с этой базой данных локальной через библиотеку Room, получаем все эти данные во ViewModel, обрабатываем данные, выдаем уже на экран, делаем инъекцию зависимости через Coin или Dagger. Все это в стиле многопоточности, работаем с RecyclerView. Это вот самое главное, что есть в Android разработке. Вы должны научиться это делать. Подобно и организуется работа с API. Например, вам нужно получить какую-то информацию с какого-то сервиса. Тоже прогноз погоды, не прогноз погоды, неважно. У этого сервиса есть написано API документация. API документация дает доступ к определенному JSON файлу. Чаще всего это JSON файл, у которого есть определенные поля, с которыми вам нужно получить эту информацию. Это некое подобие базы данных на сервере. То есть вместо базы данных, с обоим таблицей базы данных, есть файл JSON. Вместо полей таблицы базы данных, есть поля этого файла. Только с таблицей базы данных мы редактируем эти поля. Там есть множество различных запросов. А тут мы просто получаем. То есть реализация подхода для работы с API стороннего сервиса аналогична работе с базой данных на сервере. Только работа с базой данных на сервере более сложна в понимании и в организации. Я вот, допустим, когда изучал эту тему, я работу с сервером изучал 2 месяца. И то я там до конца не все понял. Пришлось покупать еще дорогостоящую консультацию у иностранного ментора. И когда вы научились делать такую крутую штуку, нужно перейти к изучению работы с Firebase. Firebase это облачный сервис для хранения данных. Многие рекомендуют, или не многие уже, рекомендуют использовать ее как базу данных. Это очень плохой подход, там нет нормальной структуры. Firebase нам нужен в Android разработке в основном для того, чтобы наладить процесс авторизации и регистрации пользователей. И рассматривайте работу с сервисом Firebase именно в этом ключе. Как только вы изучили работу с Firebase, вы можете перейти к изучению такой темы, как Navigation Architecture Component. Что это такое? Это глобальная навигация в вашем мобильном приложении. То есть при разработке мобильного приложения вам нужно понять, как будет происходить навигация. Определить основные разделы вашего мобильного приложения, по которым будет путешествовать клиент при работе с ним. Когда мы изучаем библиотеку Material Design, у нас там есть хороший виджет Bottom Navigation. Вы его можете видеть на всех топовых мобильных приложениях. Инстаграм, во Вконтакте. Допустим, заходите и внизу есть вкладки основные, собственно, основные разделы мобильного приложения, по которым путешествует пользователь. Вот этот подход Bottom Navigation, он говорит нам о следующем. Мы создаем одно Activity, но в зависимости от того, что делает пользователь, куда он нажимает, в это Activity мы подгружаем контент из различных фрагментов. Такой подход позволяет ускорить работу мобильного приложения и считается правильным. То есть человек думает, что у него множество экранов, по факту у него один экран, а контент подгружается из различных фрагментов. Навигающийся архитектур компонент действует в похожем способом. То есть у нас есть одно Activity и подгружаются различные фрагменты, но там несколько иначе все это организовывается. Такой раньше был подход, когда множество, много Activity. И когда мы работаем с множеством Activity, у нас, собственно, мобильное приложение работает чуть медленнее. Но не всегда это вообще заметно пользователю, это уже такое вот стремление к совершенству. Но считается правильным подходом, когда у вас одно Activity и множество фрагментов. Как только вы изучили работу с Navigation Architecture Component, нужно изучить технологии, которые вы еще не изучали. Что это? Это хранилище Shared Preference. Это такой объект Shared Preference, который позволяет хранить строку и доступ к этому объекту, в котором хранится информация, есть в абсолютно любом месте вашего мобильного приложения. Уведомления, Notifications, то есть это всплывающие уведомления для вашего пользователя. Тут, я думаю, все понятно. То есть нужно понять работу с ними и уметь создавать не просто уведомления информационные, но уведомления, с которыми сможет взаимодействовать ваш пользователь. То есть там с кнопками, со всеми делами. Также нужно изучить анимацию. То есть не просто анимационные переходы с одного экрана на другой, между теми же фрагментами. Ну а именно, как мы можем анимировать каждый элемент мобильного приложения, каждый виджет. Это очень классная штука. Далее мы должны также уметь настраивать нашу XML-верстку различную для различных ориентаций экрана. То есть при вертикальной ориентации экрана одна верстка, повернули в горизонтальное состояние, другая верстка. Также мы должны уметь еще и запрещать смену верстки. То есть как бы человек не вертел телефон, смартфон, сюда у нас вертикальная верстка. Это тоже можно делать, это делается через манифест. Это нужно все изучить. Ну и после этого вы станете настоящим Android-разработчиком. Да, кстати, после темы, когда вы освоите работу с сервером, уже на этом этапе вы можете создавать абсолютно любое мобильное приложение, станете полноценным Android-разработчиком. Оно нужно кое-что будет еще доучить. И вот когда вы все это изучите, вы станете настоящим Android-разработчиком. Если хотите сделать все это более оперативно и качественно, то записывайтесь ко мне на курс. Я вас сделаю настоящего Android-разработчика. Но в этом году появились некие вопросы, заблуждения, и начали людям полоскать мозги конкретно. Мне начали много писать людей, учеников, зрителей, подписчиков по поводу джипа композ. Они реально, на реальных щах просто решили не изучать стандартные подходы, которые уже годами сложились, на котором написаны 90% мобильных приложений, которые до сих пор все это используются и используются этот подход. То есть на полном серьезе люди решили не изучать XML-подход и идти в джипа композ. Но это очень глупо на самом деле. Никогда в профессиональной Android-разработке не используются такие сырые технологии. Технология используется, когда она уже не сырая, а нормальная. И когда на хотя бы половину каких-нибудь проектов уже поиспользовалась эта технология в течение хотя бы трех лет. То есть, ну это не разговор про джипа композ. Джипа композ могут сейчас использоваться только в начинающих каких-то любительских стартапах, которые хотят поэкспериментировать, поиграться, попробовать. Ни один серьезный проект сейчас не потянет себе джипа композ. Во-первых, во-вторых, этот подход может не всем понравиться, потому что в XML-подходе у нас разбита верстка в XML-шаблоне, функционал в код-н-классе, нет каши. Там же по композе все будет в код-н-классе, и у вас вообще будет такая каша, что я вам не завидую. И когда все-таки начнется он использоваться полноценно, когда начнут и будут тянуть коммерческие проекты, ну нужны будут люди, которые будут переписывать это все с XML, а вы XML-не знаете, зачем вы будете нужны. Тем более статистика показывает, что если будет выбор от трудоустройства между человеком, который знает XML-подход и не знает джипа композ, и между человеком, который знает джипа композ и не знает XML, ну возьмут того, кто знает XML, потому что если вы знаете джипа композ, то вы недопрограммист, потому что тут даже нечего обсуждать. Джипа композ стоит в нынешних реалиях рассматривать, как технологию, которую можно подучить, когда у вас есть свободное время, поиграться, посмотреть, что это такое, и как использовать бонусную технологию. Да, ну и то, я как и говорю, в официальных коммерческих продуктах она даже еще и не используется. То есть, если вы живете в Москве, то можете на Headhunter зайти и посмотреть. Кстати, когда в Headhunter на Москву смотришь, что там все-таки вакансии по всей России, я так понимаю, выходит, и там из 700 вакансий, там, по-моему, 25, только есть, встречается от Jetpack Compose, и то, как бонусная дополнительная технология. Никто эту технологию сейчас не рассматривает, как основную при трудоустройстве. Да, это и глупо. Поэтому Jetpack Compose нужно просто присматриваться и изучать на будущее, но не делать всю ставку сейчас на нее, потому что, ну, это глупо. Вам, ну, если вы хотите стать современным Android-разработчиком, и вам нужна работа прямо здесь и сейчас, а не через 10 лет, то вы должны просто зайти и изучать XML-подход. Jetpack Compose рассматриваем как дополнительную технологию на будущее, что-то из серии сказки. Ну, и то такое. Для кого-то, может, она будет страшная сказка. То есть, сейчас два заблуждения. С одним заблуждением вроде поборолись. Первое заблуждение, что нужно изучать Java. Ну, Java уже не является основным языком для Android-разработки. Вроде все уже поняли, изучают Kotlin. И второе, сейчас вот эта тема, это Jetpack Compose, ну, тоже это тема, которая, это виджет, который, это подход, который еще профессионально не используется. Его нужно изучать, когда есть дополнительное время и на будущее, если вам интересно. Ну, реально, мне в одном реальном проекте его сейчас не будут использовать. Ну, в общем-то, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. С вами был проект Mabu. Мы начинаем новый этап нашего проекта Mabu, моего YouTube-канала. Мы, на этой неделе, это будет одно видео в неделю. Ну, а на следующей неделе мы возвращаемся. Нужный график. По понедельнике, четвергам у вас будут два видео в неделю, в которых мы будем изучать Android-разработку. Сейчас у меня много проектов, мобильное приложение сейчас, партнерами разрабатывается. Потом у меня два моих личных проекта в веб-разработке, два продукта разрабатываются, плюс там еще есть проекты. Поэтому буду как-то успевать. Ну, а на сегодня у меня все. Хотите стать Android-разработчиком, а не играться в Android-разработчика, и чтобы вам никто лапшу не вешал на уши, приходите ко мне на курсы. Я вас обучусь на Android-разработку, сделаю из вас Android-разработчика правильного, сделаю оперативно, качественно на современных технологиях. Ну, на сегодня это все. До встречи на следующих эфирах. С вами, как всегда, на связи был и остается проект Mabu. Всем пока.